На современном этапе экономического развития нашей страны приоритетным является вопрос эффективного удовлетворения растущих потребностей населения в электроэнергии. В то же время большое внимание уделяется и развитию непосредственно энергетического сектора. В частности, реализуются инвестиционные программы по модернизации и реконструкции действующих электростанций и сетей, строительству и вводу в эксплуатацию новых высокотехнологичных объектов. Цель – увеличение производственных мощностей, снижение себестоимости продукции, обеспечение надежной экономичной работы электростанций. В объективе наших камер – Талимарджанская ТЭЦ. Реформирование энергетической отрасли и реализация эффективных проектов, модернизация и увеличение мощностей нацелены на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей. Талимарджанская ТЭЦ в Нижанском районе также наращивает обороты за счет применения нового современного энергоэффективного оборудования. На Талимарджанская ТЭЦ в 2016-2017 году состоялся запуск второй и третий парогазовых установок. Процесс был осуществлен в партнерстве с консорциумом компаний Hyundai Engineering Construction и Deiwu. Каждая парогазовая установка мощностью по 450 мегаватт. На сегодняшний день на выработку одного часа электроэнергии приходится 220-221 грамм топлива. Эти установки за прошедший год произвели 7 миллиардов 328 миллионов 433 тысячи киловатт-часов электроэнергии. С вводом нового оборудования выработаны 34 миллиарда 70 миллионов 383 тысячи киловатт-часов электроэнергии. Предприятие со штатом более чем 1200 сотрудников обеспечивает круглосуточную стабильную работу электростанции, в том числе и за счет оптимизации ресурсов для реализации новых проектов. Цель – бесперебойное снабжение электроэнергии населения и производственных объектов. Строительство очередных парогазовых установок на Талимарджанской ТЭС было предусмотрено в соответствии с постановлением главы государства. Это будут установки 4-го и 5-го энергоблоков. В реализации данных инвестиционных проектов задействованы и средства международных финансовых организаций. Это Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, а также фонда реконструкции и развития Узбекистана. Заключены соответствующие соглашения. В настоящее время проводятся тендерные торги, начинается уже их второй этап. В них принимают участие более 30 зарубежных компаний. Для предстоящей работы готова вся необходимая инфраструктура. Работа по комплексному улучшению потенциала энергетической отрасли, играющей важную роль в развитии экономики, продолжается и на других стратегических объектах Узбекистана.